Зовут меня Ксения Бажурка. Я являюсь учредителем-руководителем в рекламном выражении названия организации Ярославская студия Мюзикла. Как юридическое лицо это автономная некоммерческая организация, содействие творческому и культурному развитию детей и молодежи, городской, детско-юношеский развивающий центр. Такое длинное название, это в регламенте некоммерческих организаций такие названия существуют. А рекламное название Ярославская студия Мюзикла продюсерский центр Юта Шоу. Задачи эталонного характера, то есть не просто отдельные номера, а целиковое шоу, многожанровое, как постоянная работа, опять же, для людей, которые умеют петь, которые умеют танцевать и, естественно, которые умеют играть на сцене и дарить радость публике. И мы хотели передать этот опыт накопленный молодому поколению, то есть это была первая задача. Сопутствующая задача была, конечно, дать дополнительную работу нашим кадрам из взрослого коллектива, потому что передавая опыт, они становились педагогами внутри группы направлений на базе нашей студии. Причем многие из наших ребят – это дипломированные именно специалисты, получившие образование хореографическое, получившие образование музыкальное, и то есть их выход на педагогическую стезю, он, так скажем, не самодеятельный, не случайный. Работают и вокалисты, и танцоры, и актеры. И вообще мы себя называем «школой артистов музыкального театра». Но при этом я замечу, что музыкального театра в Ярославле нет. То есть получается, что мы организовываем родителей и детей на процесс, на будущее, потому что, естественно, у нас есть такая перспективная цель и задача, глобальная, чтобы в Ярославле появился музыкальный театр. Или несколько театров, которые позволяли бы работать артистам, получившим образование не только в театральном вузе на курсе драматического актера, но и те люди, которые тоже являются артистами и имеют навык и профессию. Танцора, певца, вокалиста, то есть на самом деле на сегодня для таких людей с такими профессиями, с такими навыками профессиональными площадок мало. Площадок именно профессиональных рабочих, где они могли бы служить, как в театре, и нести радость публике. Продолжение следует...